Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 За четыре дня до предстоящей диаконской хератонии, которая и послужила поводом к аресту. Впоследствии был репрессирован, и сведений о нем никаких не было. Когда пришли арестовывать мать, у нее начались предрадовые схватки. Арест не состоялся, что спасло и ее сына Владимира. Мать Евдокия Петровна одна воспитывала четверых детей, которые с детских лет посещали храмы. В 12 лет Владимир Кедров, будущий митрополит Варнава, познакомился с блаженной Пелагеей Рязанской и стал ходить к ней. Она говорила всем, что Володя будет большим человеком. А в 1956 году произошла встреча со схемонахом-пустынником Георгием, который предсказал ему архиерейское служение. Георгием, который предсказал ему архиерное 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 служение. Умерение! Яко сам Господь, поверене во классе архангелами, и в трубе Божией, снились в небесе, имея Твою Христи воскресе впервые, на том же выживуще оставшие, в область рима восхищений будем на облацах, в среднем Господе на воздусе, и так всегда с Господем будем. Был прочитан апостол, это послание к Солунинам, святого апостола Павла, и сейчас Евангелие. От Иоанна. Песня. 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 В 1945 году, год окончания Великой Отечественной войны, Владимир Кедров, будущий митрополит Варнава, получил среднее образование. С 1951 по 1953 годы, полтора года, был Пономарем села Бахмачеево Рязанской области Мервинского района у своего дяди, протерея Петра Смирнова. В 1953-1955 годы и подиаконствовал у рязанского архиепископа Николая Чуфаровского, помогал при ремонте рязанского Борисоглебского кафедрального собора. В мае 1955 года поступил в число братья Троица Сергиевой Лавры и был назначен помощником Ризничного и посошником Наместника. 10 декабря того же года наместником Лавры, архимандритом Пименом, извековым будущим, святейшим патриархом Московского и всея Руси, в Сергиевском трапезном храме пострижен в монашество с именем в честь святого апостола Варнавы. 18 января 1956 года назначен Ризничным Лавры. Святейший патриарх Алексей I Семанский рукоположил монаха Варнаву 15 февраля 1956 года в Богоявленском патриаршем соборе города Москвы в Сан-Иеродиаконо, а 9 марта 1957 года в Крестовой церкви в патриарших покоях Лавры в Сан-Иеромонаха. Помимо послушания Ризничного Лавры, Иеромонах Варнава исполнял послушание главного уставщика Лавры в будние дни канонаршу. Слажен Его же из братьев. Слажен Его же из братьев. Слажен Его же из братьев. Грати, я тоже единим человеком. Грех в мире, в ниде, и грехом смех. И таство смех во все человеке в ниде, в нем же все согрешиша. До закона во грехе в мире, Грех же не виняшеся, несущу закону, Но царство смерть от Адама, даже от Моисея, И над несогрешившими, по подобию преступления Адамова, Их же есть образ будущего, но не яко же прегрешение, Такой и дар, ащебу по прегрешениям единогом носик умроша, Но же и паче благодать Божия и дар, Благодать единого человека, Иисуса Христа во многих преизлишествовам, И не яко же единим согрешим дарование, Грех боя с единого осуждение, Дар же от многих прегрешений в оправдание, Ащебу единого прегрешение, Смерть царства во единим, Но же и паче, избыток благодати, И дар правды, приемлющих жизни воцаряться единим, Иисус Христом, Тем же, о Боже, яко же единого прегрешение, Во вся человеке в нити осуждение, Так уже единого оправдание, Во вся человеке в нити оправдание жизни, Яко же послушанием единого человека, В грешне и пыше в носе, Сидце и послушанием, Единого праведнее будут в носе, Закон же прегрешение, Закон же прегрешение, Да умножится прегрешение, И те же умножится грех, И избыточество во благодать, Да яко же царство во грех, Во смерть, Ах, уже и благодать во царице правдою, Жизнь вечную, Иисус Христом, Господи нашим, И духове Твоему, Аллилуйя, 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 Глаз шесты. Прозвучало послание апостола Павла к римлянам, И далее чтение Евангелия от Иоанна. Памятник урод и род, Душку. ПЕСНЯ 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 Сам на земле жизни Его прославит и сил, Сам же и исход жития Его. В обходе святых Твоих правит и вчини, Дух Его со всеми от века Тебе благо, Угодив же, миссии, и счисли. Яко Ты, си воскресенье, живо Ты покой, Усоп же, короба Твоего, Но у приставного митрополита Варнавы, Христе Божий наш, и Тебя слава посланием, С Твоим изначальным Твоим отцем, И присвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, Ныне и признаем веки веков. Ащи, Господь, вы ввеси в нас, Никто же от нас противовозмоглым, Вы вражиям брани от лети, Побеждающий его от стела сносятся. Прощаются с ладыкой-метрополитом Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И временно исполняющие обязанности главы Чувашской Республики Николаев Олег Алексеевич. Песня. 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 Его и сослужителя нашего бывшего, в надежде воскресения жизни вечной усопшего, в недрах Авраама и Исаака и Якова упокой, якоже на земли в церкви служителя того поставил Еси, тако и в небесном Твоем жертвеннице покажи Господи. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Почему в православной церкви мы говорим «усопший», как будто человек уснул? Действительно, православное учение говорит нам о том, что смерть – это не конец всего для человека. Это начало движения к Богу, это переход души в другое измерение, которое будет судимо во время страшного второго пришествия, и праведники пойдут с Господом в рай, а грешники будут вечно находиться без Бога, то есть испытывать муки вечные за свои грехи. Тропарь был прочитан, как бы обращенный к самому покойному, вере и надежде, и любви, и кротости, и чистоте, и в священническом достоинстве благочестно пожил Еси, преснопамятный, тем же Тя, привечный Бог, Ему же и работал Еси, сам в чине Дух Твой вместе светле и красне, ведь ежеправеднее упокоеваются, и получишь и на суде Христовом оставление и велюю милость. Велюю, то есть великую. Великую. ПЕСНЯ 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 с украшениями. Праздник преподобного Сергия 8 октября 1965 года возведен в Сан-Архимандрита. В 1970 по 1974 годы архимандрит Варнава нес послушание благочинного лавры и состоял исполняющим обязанности наместника лавры с 1970 по 1973 годы, так как наместник лавры архимандрит Августин по болезни жил в стороне. После смерти патриарха Алексея I вошел в комиссию по ревизии патриарших покоев и по проведению поместного собора для избрания нового патриарха. Член поместного собора 1971 года от братья и троицы Сергиевой лавры. 18 ноября 1976 года определено быть епископом Чебоксарским и Чувашским. 30 ноября 1976 года состоялась хератония воепископа Чебоксарско-Гайчувашского в трапезном храме Троицы Сергиевой лавры, которую возглавил святейший патриарх Пимен. 7 сентября 1984 года возведен в сан архиепископа, 25 февраля 2001 года возведен в сан митрополита. Прощается с митрополитом первый заместитель председателя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Николай Васильевич Федоров с супругой. Песня. 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В тексте апостола Коринфянам, святаго благовествования апостола Павла, есть слова «Яко, во Адаме все умирают, такожде, и о Христе все оживут». Что означает «Адамов грех, он сделал человечество смертным, а Господь Иисус Христос позволил душе бессмертной высиять, подняться на небо». Чтение апостола от Иоанна. И глаголу «Не сели есть Иисус, сын Иосифов, ему жены, знам отца и матерь, как Богу глаголит сей, якость не висеть, не ду, подвещав Богу Иисус, кричи, не ращите к этому собою, никто же может прийти ко мне, а жених отец по славамя привлечит его, я с воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна прочел епископ Аллаторский Парецкий Федор, и хор начинает исполнение заповедей блаженства боженных. Давайте вдумаемся в эти замечательные заповеди, которые оставляет нам Господь Иисус Христос. «Во Царствие Твоем понемени нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твоем». Блажение нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажение плачущие, яко тие, утешатся. Блажение кроцы, яко тие, наследят землю. Блажение алчущие и жаждущие правды, яко тие, насытятся. Блажение милостивие, яко тие, помилованье будут. Блажение чистые сердцем, яко тие, Бога узрят. Блажение миротворцы, яко тие, сынови Божии нарекутся. Блажение и изгнание правды ради, яко тих есть Царство Небесное. Блажение есть те, и когда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол, на вы в жущей Менераде. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Блажение Блажение Спасибо, Господи. 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 , Господи. , Господи. Спасибо, Господи. , Господи. , Господи. , Господи. , 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 ,, ,, ,, ,, , ,, ,, , Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Значительным событием в жизни Чувашии стали визиты Святейшего Патриарха Московской Алексея Руси Орексия 2-го, 23-го, 25-го июня 1996 года и 5-го, 8-го июля 2001 года По благословению митрополита Варнавы Чебоксарско-Чувашской епархии создан православный миссионерский центр, ведущий активную борьбу с многочисленными сектами развернувшими свою деятельность на территории Чувашской республики Кстати, визит Святейшего Патриарха Алексея в 2001 году положил начало для этого прекрасного собора, в котором мы находимся с вами и совершается сегодня отпевание Покровско-Татьянинского собора города Чебоксары На многих приходах были открыты дома милосердия Для престарелых и обездоленных прихожан организована благотворительная служба помощи неимущему населению Священнослужители епархии окормляют места лишения свободы В последние годы активизировалось молодежное движение На богослужении вы можете видеть во голубых куртках участников одной из православных молодежных организаций Православные добровольцы Чувашии, которые помогают сегодня на богослужении И также волонтеры города Чебоксары, которые любезно откликнулись помочь сегодня своим коллегам из православной организации Все эти начинания были положены и благословлены Митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой Песня 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 Владыка Митрополит наш был действительно большим молитвенником И не могу не привести одно из речений, которое я услышал сегодня Что он никогда не пропускал служб божественных литургий По праздникам и заметные дни для церкви И сегодня первая и последняя для него служба Когда за богослужением он не стоит, не сидит, а лежит Вот такое, казалось бы, обычное сравнение Тем не менее Очень затронуло душу, зная Насколько Владыка был строгим в соблюдении церковных правил В соблюдении чинопоследований всех богослужений И ни на йоту не отходил от правил Которые были установлены еще в древности Песня 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 Субтитры подогнали Симон. Контакт восьмого гласа звучит. Со святыми упокой в Христе душу раба твоего. И где же не есть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечна. То есть там, где святые, там, где Господь Иисус Христос, в небесных чертогах нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна. Субтитры подогнали Симон. 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 Практически все знаки архиерейского достоинства присутствуют в эти минуты рядом с владыкой-метрополитом. Он, находясь во гробе, облачен в архиерейские ризы, в митру. На гробе положен клобук белого цвета, голубая мантия, знаки митрополитчего достоинства. Рядом находятся помощники и подиаконы, которые держат дикирий и трикирий. Это три и две, соответственно, скрещенные свечи. А также арипиды, изображения присутствия на богослужении ангелов. И там наслаждение вечное, там есть рай. О, не уже всякая душа, правильный, правильный, царь. Свидем все на шестей и мы, Да сейцем и взыклим всему душу. Аллину и я. ПЕСНЯ 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 Ты живущий приз, награждай молитвами Твоей, Приставившиеся горьких ученей избавят за Тобою, Христово Телёв, Избавителя Божия благословидаясь. Как истинный монах, воспитанник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Владыка-Митрополит завещал похоронить его в простой могиле с деревянным крестом, чтобы на свежем воздухе каждый желающий в любое время дня и ночи смог прийти на могилку, постоять, помолиться, поблагодарить или просто подумать о чём-то хорошем, вспомнить замечательное отношение или дружбу или наставление старца Владыку, Владыки-Митрополита. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 как что-то горькое, но наоборот, как переход души из испытательного срока, из кратковременной земной жизни в жизнь вечную. На протяжении сорока дней мы будем с вами, дорогие братья и сестры, сугубо молиться о упокоении души нашего архипастыря, новоприставленного митрополита Варнавы. Согласно церковному преданию, на протяжении сорока дней душу определяют в чертоге небесное или в места, где она будет находиться вдалеке от Бога. И спустя сорок дней мы уже будем возносить свои молитвы не как о новоприставленном митрополите Варнаве, а как о преснопамятном митрополите Варнаве. Как уже говорилось, проститься с митрополитом земли Чувашской, митрополитом Чебоксарским и Чувашским. Варнавы сегодня пришли очень многие люди, самых разных сословий, должностей и даже вероисповеданий. ПЕСНЯ 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 Читком совершается великое словословие «Палимте, благословимте, кланяйтесь, славословимте, благодаримте». Великое словословие читает настоятель Покровско-Татянинского собора, секретарь Чебоксарской епархии, и долгое время соратник очившего владыки митрополита, ближайший советник, ближайший помощник, протерей Николай Иванов. Пскu. ПЕСНЯ 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 Тело с гробом пройдет крестным ходом вокруг Покровско-Татинского собора и будет представлено для поклонения, для прощания, для народа. Затем отправится в свою конечную обитель, землю, могилу, храму святого преподобного Сергия Радонежского, который, как говорил владыка, позвал его на служение, рядом с которым владыка-метрополит и упокоится. Ко гробу прикладываются архиереи, епископы Стефан Канажский, Фёдор, Палаторский, Игнатий, Маринско-Пасадский. Это те архиереи, которые под его чутким водительством стали епископами, приняли на себя такое великое архиерейское служение, именно благодаря активной деятельности владыки-метрополита. Из 35 приходов в Чувашию их стало 290, и появилась возможность создания новых епархий Канажской и Алатарской. Ныне в Чувашской республике три епархии – Чубаксарская, Канажская и Алатарская. Играя из Фруны, Играя за Сrices 102, Играя за Строй, Играя за Строй, Играя、 Збераяя за Строй. Продолжение следует... 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 Владыка Варнава был объединяющий фигуры не только для людей разных сословий, политических взглядов, религиозных убеждений, но и был отцом для всех поколений. При нем выросли четыре поколения священников, диаконов, архиереев. На его глазах многие дети становились мужами, женами, многие получили заметное место в обществе, ответственную должность, работу. По его благословению исполнялись очень многие и многие задумки людей, которые приходили в скромное епархиальное управление рядом с Вединским кафедральным собором для того, чтобы получить свое благословение, свое разрешение, свое отпущение у дорогого всем старца и владыки митрополита. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Священники возложат гроб на плечи и пронесут его вокруг храма крестным ходом. Только священническое отпевание подразумевает движение с упокоившимся крестным ходом вокруг храма. А после крестного хода каждый верующий, каждый пришедший сегодня поклонится поистине святому человеку, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаву, сможет приложиться к гробу и помянуть его в святых своих молитвах о упокоении новопредставленного митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Торжественное шествие, торжественный крестный ход, я говорю слово «торжественный», потому что провожают тело земное, тело духовное уже там, в горе, у престола Божия. Мы свято верим, что Господь, как любящий Отец, примет душу новопредставленного митрополита в месте светлее, в месте злачне, в месте подобне, и упокоит ее со всеми святыми. И держи несть, ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. ПЕСНЯ 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 О бессмертного царя и Бога наше доброти! Господи, Господи! О, всякие плоти, сверь поправый, дьявол праздни, выживот миру Твоему дорогах. Сам Господи покой, душу усопши гроба Твоего, Но приставленного митрополита Варнац. Мести свете, мести злачь, не мести покой, От него же от веры болезнь, печали воздыхать, Всякие согрешения, садеяны им словом, или делом, или помышнением. Яко благи человека любит Бог, прости, Яко нет человек ниже, жив будет несогрешим, Ты выйдет в кроме греха, Правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина. Яко Ты, если воскресенье, живут и покой, Усопши гроба Твоего, Но приставленного митрополита Варнац, И Тебе славу воссылает с безначальным Твоим Отцем, И всесвятым и благим, и животворящим Твоим умом, Ныне призвод, и водитель веков, Слово Твоим! Берем! Звук твой селый, Приставленного грифодора, И водитель встал, Став Последний раз Владыка находится в храме. Через него он пришел в эту жизнь, через крещение во Святую Православную Церковь. Через двери храма он из нее уходит. Духовенство несет деревянный крест, который он завещал поставить на его могиле. Промикирий, фонарь, запрестольные образа, иконы, панагии, кресты, которые Владыка при жизни носил на своей груди. А также награды самые важные, заметные, которых он был удостоен при жизни. Святая Мантия покрывает гроб в глубокой скорби, с глубоким молитвенным чувством, с концентрированным состоянием души. Все люди, духовенство, миряне, выходят на последнюю дорогу. На последние проводы своего архипастыря, отца своего митрополита, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. С колокольника, как с небес, раздается перезвон. Это поочередные удары в каждый колокол от малого к самому великому. Дорогой наш архипастырь, мы твои чадо, выросшие и получавшие благословения, наставления. Сегодня прощаемся с тобой. Навсегда вспоминая своего владыку как мудрого, доброго, заботливого отца. Царствие небесное и вечный покой новоприставленному митрополиту земли Чувашской. В главе Чувашской митрополии, его высокопреосвященству, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. Покойся с миром, дорогой владыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 сестры несомненно от нас ушел уважаемый человек за 44 года служения на чувашской земле митрополит варнава снискал уважение и любовь всех народов которые живут на территории чувашии независимо от национальности и конфессии от нас несомненно ушел человек который для нас всех является не только духовным наставником мудрым советчиком но и активный общественный деятель вот я сколько с ним общался всегда подмечал для себя он всегда был юн душой имел очень острый и тонкий юмор независимо от прожитых лет он умел подбирать слова для каждого для того чтобы сохранить покой в душе и согласие в обществе он нас всех наставлял на истинный путь очень умело и с уважением своим отношением к жизни он показывал насколько терпимость терпение последовательные действия дают положительный пример таким образом таким отношением он смог обеспечить воссоздание многих церквей тем самым позволил многим прихожанам найти успокоение души в молитве будет митрополит варнава будет в наших сердцах вечной памяти да сотворит господь ему вечную славу слово предоставляется первому заместителю председателя совета федерации федерального собрания российской федерации федорову николаю васильевич умирают не люди умирают миры так сказано вроде бы верно но очень не хочется соглашаться с этой фразой дорогой владыка и мы попробуем все вместе сохранить твой мир и у нас получится если мы будем помнить мир нашего владыки мир полный его любви к богу к людям к церкви если мы не забудем его мудрость его доброту его праведную строгость который он проявлял которыми он делился с нами все эти годы многие если мы не забудем его христианскую дерзновенность то есть готовность способность совершать поступки смелые отважные чтобы богу угодить причем всего поступки всегда зиждились на его собственном смирении и на любви снова на любви к нам ко всем я от имени совета федерации от имени председателя совета федерации валентина ивана матвиенко выражаю глубочайшие соболезнования всей метрополии щебоксарской и чуварской и не только так повезло не просто знать владыку если так можно сказать дружить с ним работать вместе с уработничать и поездить по миру особенно на святой земле палестины его знали практически все и иерархии русской православной церкви поэтому соболезнование сегодня всей пастве русского православного мира в связи с тем что уходит от нас физически уходит наш дорогой владыка царствие тебе небесного вечная память слава предоставляется председателю комитета государственной думы федерального собрания российской федерации по финансовому рынку оксакову анатолию геннадьевичу дорогой владыка братья и сестры светлый добрый любящий строгий и очень человечный человек мы с ним сегодня прощаемся был с ним очень близок дружили он меня критиковал ругал за все ошибки которые мы совершали очень строго спрашивал но при этом по доброму всегда относился ко всем людям но и к нам с особой строгостью относясь я хотел бы от имени государственной думы здесь присутствуют депутаты от чувашии также выразить слова соболезнования всей нашей епархии всем прихожанам всем людям которые знали дорогого близкого нам владыку ну и конечно мы будем хранить о нем память добрую память и лучшая память о владыке это наши дела это наши любовные дела это любовь к работе любовь к близким это наши светлые дела это созидание которое необходимо творить в чувашии в том числе строя храмы в том числе обязательно как можно быстрее достроив храм где сегодня он будет похоронен он много раз обращался ко мне просил помочь это сделать как можно быстрее к сожалению не дожил до дня когда будет освещен этот храм ну и я думаю все вместе по крайней мере я беру на себя такую ответственность мы этот храм как можно быстрее достроим для того чтобы люди там молились а помолившись в храме приходили к владыке низко ему поклонившись за все его труды царствие небесного светлая память владыка депутаты госдумы за то что они так доброе отзывались от нашего митрополития а мы сейчас поедем и уже кинем последние камушки земли потому что господь сказал при творении человека я коты земля ищи и в землю от и деши и вот но его помощь и заступление я думаю он будет ходатайцевать перед богом о нашем благополучии будет помнить нас и также молиться когда мы молимся за него он будет молиться вместе с нами ну вечная память нашему владыки спасибо всем а 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 м а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...